Девушки отдыхают И я заряжен и готов лететь снимать сотку И специально перед съемками я создал чат, в котором сам собой делюсь мыслями и воспоминаниями, чтобы освежить память и напомнить о всех крутых моментах, которые произошли в период с нуля до ста На момент этого голосового сообщения ни одной секунды сотого не снято И если кто-то, кто у меня слышит эти голосовые, значит у меня все получилось Здорово, гамарджуба Как вы, пацаны? Нормально? Здорово Гамарджуба 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 Блин, она просто как часы завелась. 5 месяцев стояла. И все супер, все ровненько работает. Какая грязная машина. В каких-то вообще каплях. Видимо, с улицы что-то летело, не знаю. В кошачьих следах. Блин. Блин. Прости меня, что я тебя оставил вот так вот. Так, блин, получилось. Я не хотел, чтобы так. Давай, все, прогревайся. Собирайся, едем домой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. 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 слушай но я не могу так ехать да наверное я не знаю как будто но я только владикавказ проехал я нальчик проехал но это либо сервис и сварить эту трубку обратно и собрать это возможно легко но это не сложно ехать так не варить а масло просто выливается ну да я понял не знаю может температуру не температура я но я не грел но я не знаю я просто видимо дал ей какой-то нагрузки короче я понял я встал турбину не надо снимать я еще еду думаю какая сильвия вообще для путешествий идеально хотелось честно неожиданно так приехать в ростов и начать ролик кому так с грузией и типа что непонятно то ли я просто в грузию еду то ли в ростов но все как обычно короче мы с этим вот молодым человеком становился помочь сняли эту трубку вот это все то что стоит в турбине откуда масло уходит обратно потом да а это вот трубка через что она выходит и вот она вот так вот короче отломалась и он не горит поехали в гараж сейчас заварим поедешь дальше в ростов но это вообще идеально не это фантастика мы едем дальше я уже если честно думал что я на день точно зависну мальчики но все так сложилось вообще как-то очень круто огромный респект ренату за то что остановился мимо меня спросил нужна ли помощь выручил меня сам сварил этот шланг оказалось что он еще и варить умеет но я считаю за весь период времени потом мне эта машина сколько я на ней попутешествовал она очень многое мне прощала и терпела большинство друзей мне говорят блин да продай ты уже эту машину она аж нормально стоит купишь что-нибудь нормальное или оставишь деньги зачем она тебе нужна это же старый миссан но они не понимают они просто не чувствуют весь этот кайф который ты получаешь от этой машины просто даже то что она у тебя есть это нереальный кайф в моем городе осень гуляет под зонтом с ней теплый вечер встреча где-то под мостом привет ростов привет родной давай обнимемся не забывай обо мне мой тихий тихий дом мой старый дом в твоих окнах зажжаться свет и мне как будто снова пятнадцать лет привет мой твой привет родной давай обнимемся не забывай обо мне мой тихий тихий дом что здесь делаешь здорово салам алейкум браво не ожидал шикардос конечно не ожидал что ты как-то я вот на районе кайфую у нас тут да все зеленое у меня вообще передоз зеленого после дубая в глаза конечно брат поехали на речку зеленую речку я короче кончику говорю муж к родителям заехать там надо кое-что забрать и отправить мне сколько-то 4 часа не мог сюда заехать о чем дело я в отпуске работал я приехал скучал очень рад ты видел на чем я приехал нет на чем ты даже я в истории выставляю на сливе да что пойдем брат сразу на ней покатаем пойдем вон она я боялся что ее увидишь и догадаешься что я приехал не 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 а я вон тачку поставил я понял если бы знал что ты тут я бы тачку помыл а так на грязное как всегда вот с братиками видишь стоит да ребят у нас вагинка нету нету налички извините вот смотри вот такая дорога была из Грузии сори было тут чуть чуть твоя машина да нет чужая стоит решили попинать ворота сейчас мы вот эту попинаем на ренту в ренту и дальше пойдем вот так вот осматривать все короче по порогам чуть пострадала машина но нормально они были чуть не в зазорах ну доехал фонарь что-то запутел брат я скучал по тебе я тоже по тебе я просто не ждал тебя здесь видеть в этом же и суть понял я стою жду пахана а то Серега выйдет я у меня спрошу чё как там тренировки ходят не ходят много народа собирается на хоккейчик в смысле да ты мне пишешь типа сдэк все дела там да а и ты думаешь как раз мне тоже в сдэк и я думал а какой там адрес бать а почему он нет я ну чуть чуть чувствовал подвоха ну думал реально чувствовал конечно бля братан у тебя вот тут вот офис дека понял ну типа пахом я думаю бы прошелся понял до туда брат ну ты по классике я понял красиво двигаешься чисто это рабочка о клюшечки у него тут пыль тут короче пыль в Ростове ты все поехал да брат давай давай пока ну и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какой-то сон. Я вообще не верю, что я в своем гараже и около своей М2. Я так скучал, так скучал. Как ты здесь вообще, что ты, что расскажешь? По-братски, прости меня, что я тебя тут оставил. Почти не знаю, ну сколько, на 9 месяцев. Ну рассказывай, что у тебя вообще нового? Сильно скучало или все-таки обижалось больше? Я переживал, что можешь не завестись. Гараж превратился в типичный обычный гараж. В котором лежат вещи, и просто стоит машина, и больше ничего не происходит. Это все вещи, которые мне пока что не нужны. С нашей ростовской квартирой все сюда переехали, потому что я с нее, естественно, съехал. Двойка, смотри, что я тебе привез тут. Немного ништяков. Новые фильтра, масляные, воздушные, салонные. И 8 литров нового чистейшего масла. Сейчас мы поменяем. Фу, я уже, блин, устал от этой суеты, пипец. Еле доехал, честно говоря, так задолбался. Сейчас чуть займемся двойкой и выскочим в город, в родной Ростов. Как я скучал, блин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот этот свежий воздух, это, конечно, кайф. Ростов кайф, блин. Столько всего здесь произошло, что все у меня вот здесь, все помню. Поэтому Ростов навсегда. И ростовская братва тоже. Здорово, Ахберджан. Как? Нормально. Да, пойдет. Брат, ну теперь вообще порядочный набор, нет? Ну что, пару слов, брат, про тачку. Как вообще у нее дела, расскажи. Кайфуешь? Много уже накатал с тех пор? Не очень. Это сколько? Почти три года, да, было? Будет, точнее. В ноябре будет три года. В ноябре будет три года, как мы выкатили две Мки с Лукашей. В холод, в зиму ехали на них в Ростов и кайфовали. Ну и что, капот, значит, поменял. Губа, вся фигня. Диски модные. А, фары Реста, еще и желтые. С желтыми блочками. У меня днюхас. Брат, поздравляю. С днем рождения. Старый. Да ладно, какой старый, блин. Даже тридцатки нет, перестань. Такой, блин, почти. Так, значит, у него тут Power Wheels колесики, мол, ТЕшки. Ну такие, облегченные. Ну типа, брат. Кастом. Кастом, окей, кастом. Вид имеют, нет, рядом? Да. Без номеров вообще самое то. Что, брат, скучаешь по Audi, честно скажи? Недавно продали, знаешь? Уже следующее? В Екатеринбурге, да. Да, ну живет все нормально? Да. Прикольно. Вся так же выглядит? Да, но не накатали всего лишь на 10 тысяч. Реально? За три года? Ну ее не били, ничего? Ничего не били. Круто, круто. Кайф, когда тачка продается собранной. И в таком же виде она продается еще раз. Ну да, да. Прикольно. Короче, теперь она в Екатеринбурге, да? Скучаешь? Да. Верю, брат, верю. Брата, вот эта машина, эти колеса, как ты и твоя прическа. Не совместимы нахуй. Не мое, не мое и не ее, да. Я понял. Не, ну это же те же ТЕ-шки, только с выемками, правильно? Да не, не те же ТЕ-шки. Я тебе покажу ТЕ-шки. Короче, пока отсутствовал. У Никитоса тут обновления произошли. Ай-яй-яй, ай-яй. Ай-яй-яй. А вот обновление Никитоса. Была серая М2, обычная, не Competition, на М55. А теперь вот такой вот порядочек. Взрослая М2. Базару нет. Спойлер снял. Очень красиво. Без спойлера смотрятся. Юбилейные значки. Карбоновый диффузор. Самое главное, это вот оригинальные ТЕ-шки. Очень красиво смотрятся. Это вообще без проставки? Да. Пипец вообще, да? Как домой. Позвони, не судьба. Здорово. Я ему вырвал там на продаже оригинальный перформанс-капот. Он типа такой же, как стоковый, только с горбом и карбоновый. Да, вообще прям... А, ну чуть-чуть бананом у тебя все-таки, да? Не-не, да-да, сидит. И вот здесь чуть-чуть капотом еще и вот. Брат, ну я тебя поздравляю. Да. Все дороги ведут к М2, да? Не, вот это осуждают. Ну с рыжим мне не нравится. А оно всегда так или можно переключать? Нет, всегда так. Брат, главное, чтобы тебе нравилось. Там вообще полосочки горят, давай не будем. Что-что? Там прям полосочки горят. Это что, знаете, по нет километров? Ну тебе ж на, отсюда уезжать. Ну да. Ничего не меняется, короче, в этом Ростове. Я только прогреваю бы, она на прогреве в Скаулово. То есть, не раз я тебя касаюсь, залил мне. Ладно, а когда права у тебя вернутся-то? Когда-то. А? Когда-то? Подожди, ты в натуре всю серую М2 отъездил без прав? Я три машины без прав. А, и Камри? Офигеть. Серая, в принципе, не знала все, что такое права. Бля, я вообще помню, как снимать еще. Коже, здорово. Что смотрится? Все, пусть пообщаются, познакомятся хоть. То они вряд ли на дороге стреляют за стояк. Точно. Четко, нет, брат? Четко. Помнишь, пешком ходили, мечтали хоть о чем-то? А это у нас уже вторые, вторые. Да, это сильно, что, да? Преданностно нахуй называется. Все, я не умею уже снимать. Забери это у меня. Ручка устала. Все, я буду по классике снимать. Свою колену. Появление первого эпизода на ютюбе состоялось совместно с Никитосом и Саней. Вообще, если бы не они, я бы, скорее всего, вряд ли начал что-то снимать для ютюба. Эпизод был посвящен Сеату Леону. Это дачка Сани Алексеевича, благодаря которому в дальнейшем родилось много крутых видосов, так как он был нашей техничкой и постоянно возил меня в багажнике. И, к огромному сожалению, Саня продал эту историческую тачку. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Добро пожаловать в сотый эпизод, брат. А, я уже там, да? Да. Ты ингласс паковал уже? Брат. Все уже готово. Масло поменяно, покрышки прогреты. Я хочу собрать юбилейную поездочку в Сочи, прокатиться такой небольшой компанией, чтобы чисто свои прокатиться, поснимать, подышать сочинским воздухом. Ты, брат, как, поедешь? Да, я поеду. На чем? Конечно. Ладно, расскажи, как ты мог продать Сеат, и как тебе вообще спится без него сейчас? Я очень люблю эту машину, но просто, коротко, я просто вырос. Во-первых, ты меня попросил, мне техничка больше не понадобилась, я ездил, скучал, грустил, наверное, все время. Второе, меня никогда никто нигде не пропускает по дороге. Сейчас думаю, что это тоже бесит. И третье, ну, 10 лет. Ну, 10 лет, но мы 10 лет, если я не знаю. Реально у тебя 10 лет был Сеат Леон? Да. Ну, два Сеата, у тебя два одинаковых было. Да, да. В этом кузове я на машине не проездил 10 лет, поэтому я думаю, что следующий должен быть этап. Так и что, ты приедешь в Ростов тебя ждать? Да, я приеду, ты мне просто скажи, когда, чего ты планируешь. А я сейчас хочу всех обзвонить, кто вот так, как ты, скажут, типа, да, я готов, скажи только когда. Я соберу всех в одном чатике, и мы решим, когда, чтобы всем было удобно, потому что мне все равно. Сколько людей примерно вообще? Брат, не знаю, ты первый пока. Погнал. Ты пока первый. Бро, я сижу на встрече, я тебе перезвоню сейчас чуть попозже. Брат, ты что там, это, у тебя бой, что ли, через сутки? Ты на массу резко набираешь? Ай-яй-яй. Смотри, 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 что есть там. Бра. Какой супчик. Сейчас подожди, а тут ты же заглядишь. Ай-яй-яй. Ковяжьи ребрышки. Это порядочный. Ай-яй, лучок подошли. По Зару нет. Ай-яй, у Али-кого Слава. Где камера, я по видео тебе звоню. Как ты? Шикарно, братан, ты как? Я нормально, я в Ростове. Ты на родине у себя, Ростов, папа. Ты что, в БМВ сидишь, что ли? А ты слышишь звуки? Я сижу в БМВ со звуками станции. Брат, я знаешь, что понял, что у меня большинство моих друзей, они все черные. Ты потому что Ростовский, брат. Давай завтра увидимся, обсудим. Завтра я буду. Все. После обеда. Окей, окей. Как ты, Боджолини? А вы снимать собрали? Ну, я хочу, у меня сотый эпизод юбилейный. Хотел чуть поснимать. Что хочешь снимать? Да, брат, как обычно, собраться просто, не знаю, хоть увидеться со всеми, там, что-нибудь в тачке. Ну, как, брат, в лучшие времена? Старые добрые времена. Да. Раньше были времена, а сейчас моменты, блядь. Да, точно. Брат, что за майка у тебя, по-братски? Это лучшая команда Формулы-1, красавчик. Брат, мы тебя ждали, знаешь, как? Как? Как дети ждут есть подарков на Новый год, да. Наконец-то ты приехал. Ай-яй-яй. Это видишь? Ай-яй-яй. А что ты, а ты на ней не можешь приехать? Позову всех, а кто соберется, там, не знаю, потому что у кого-то нет прав, у кого-то нет машины. Прав у нас, у всех мало. Мне машину подбили очень серьезно. Чинится, чинится, но я не починю ее, скорее всего, до поездки в Сочи. Тебе кто-нибудь говорил, что ты похож на Жерар Депардье? Или Жерар Депарье? Или как он там? Почему? Из-за прически? Нет, вообще ты похож, я не отвечаю на пацаны. Нос большой тоже. Блин, когда ты по приеде подстрижешься? Брат, подстригусь на днях уже. Сука, ты как этот, ты знаешь, как этот, с улицы Сизам там был такой. Я думал, как Жерар Депардье. Жерар Депардье? Если там какая-то толпа будет, я никуда не приеду. Ты знаешь, я нахуй, я вот это все не люблю. Во-первых, мне что на камеру разговаривать, я не буду разговаривать. Ладно, ладно. Я уже отошел от этого всего, брат. Ты уже не блокер, да? Да какой ты чё? Могу в Ростове, понял, выскочить по пути, поймаешь на трассе меня. Ну, давай. ДТП на Звенигородке, виновник на М5 скрылся, пока его искали, пока составляли все документы. Да, мы его в ту же ночь нашли. Камеры, братан, Москва, современный город. Так он тебя, получается, подрезал или он подрезал какую-то другую машину? Нет, нет, он ударил другую машину, а другая машина отлетела в меня. А-а-а, ничего себе. Ты накаченный, бля, а-а-а. Мутант надувается. Да, перестань, сейчас лопнет. Что, если там толпа, там пять, толпы. Нет, толпы точно не будет, брат. Я чисто так, знаешь, адекватных своих ребят хочу собрать. То и у половины не поедет, я уверен. Угу. Времена не те уже все равно, как раньше, никогда не сомневались. Да, не, раньше, как раньше, уже никогда не было. Как-то, блядь, знаешь, все поменялось в этой матрице, блядь. Сука, мы живем в матрице реально. Вот реально, и время как-то, блядь, сука, как будто ускорилась. Подожди, нормально, я тебе тоже можно сказать шторы в моей хате. Мне дизайнеры, блядь, повесил, смотри, блядь, Бруну Бананину. Смотри, бархат, блядь. Смотри, какие сочарцы. А-та-та-та-та-та-та-та, чё за машина была? Киа Рива. Она в тотал, братан. Сейчас такую фотку скину после разговора в WhatsApp-то, а ты охренеешь. Блин, да, блин, короче, блин, как жалко. Чё ты, брат, я так понимаю, сотый эпизод? Всё верно, братик, всё верно. Тогда я поменяю. Я поменяю гепку и стану на секунду в босс. Ладно, скажи мне, ты готов ехать в Сочи? Я готов ехать, блядь, туда, куда, блядь, надо ехать. Хоть на Луну. Ладно, а ехать есть на чём? Мне выгонять тачку, блядь? А какую? Конечно, скажи, это будет сюрпризом для всех миллионов подписчиков в будущем. Всё, брат, договорились. Эту шею, видишь, накачал, брат, накачал. Всё, связь, рад вас слышать. Давай, брат, на связи, хорошо. Давай, машину не мой. Хорошо. Так, если честно, не могу найти номер Дани. Что-то он не на связи, не знаю, может он номер сменил. Я давно с ним вообще не списывался. Даня М4, это вообще с чего начался канал. Даня, Леночка. Ну, короче, Олды поняли по-любому. Чё-то не могу, тоже пригласил бы его. Хотя бы просто увидеться, показать, как он, вообще что. Но чё-то пока не отвечает. Понял? Stage 2, сток. Короче, мы едем в Сочи! У-ху! Только не снимай близко. У меня это приятно. Если вы хотите научиться бесполезно убивать заднюю резину, убежите дать. Сочи! Все, готов? Вот оно, лавстори. Короче, вышел с парковки, где я машину сейчас ставлю. Здесь на Северном Мотодон, мотоциклетный магазин. У меня там друг работает, Арчик. И, короче, смотрю, что-то знакомый человек заходит в черепахе в комбинезоне. Я думаю, нифига себе. А я как раз до него дозвониться не мог. Вот это судьба. Олды здесь. Пацан адреналина на М4 не нахватался. Взял мотоцикл. Как ты, брат? Брат, все хорошо. Блин, сто лет тебя не видели. Ты, по-моему, вот с тех пор мы и не виделись, нет? На чем двигаешься помимо вот? Восьмерка. БМВ. Реально? М-ка? Нет. 40-ая? Дизельная. Дизельная. А то тебя в Инстаграме нигде нет. Нет, я за тебя подписан. Ну, брат, написал бы мне хоть раз. Я ж не знаю, ты там эти никнеймы меняешь вечно. Я стеснительный. Ну и что? Мы же все свои, ты что? Как Леночка, брат? Мы расстались. Давно? Год. А, недавно. Это не расстояние, как говорится. Смотри, ты не верил. Вот Даня приехал. Даня, вот он. Какой-то Сузуки, брат. Видно, что Даня? Да, матывает. Да, ну. Здравствуйте. Привет, брат. Привет, сколько лет? Ну и что? Что? Рассказывай. Что рассказываешь? Я слушаю. Я говорю, ты что, где-то снимался в передаче, на телевидении? Ну понял, типа бренды заклеивают? Да, да. Он говорит, мне это Баленсиага, новая коллекция. Нет, он просто одевается в гримерке Первого канала. А ты уверен, может, Баленсиага так и задумывал? Он снял ее. Так я снял. Давай сзади снимем. Давай. У меня есть ощущение, что это не скотч, это была пленка. Это типа, она так сделана, майка, типа, якобы, заклеенная. Понял? Ну понятно, типа, стилек. Брат, ну ты должен шарить, раз ты такие вещи носишь. Бля, Леночка все все постирала бы и убрала бы скотч, брат. Ну что ты на больное давишь? Леночка расстались. А что случилось лучше спроси? Спроси. Что случилось? Отношения ни к чему не пришли. То есть, ну, какое-то должно быть логическое продолжение отношений, и они ни к чему не пришли. А какое, брат, должно было? Брат, наверное, дети. А что, нет? Ну, как-то не аналитик, я к этому. Хорошую вещь браком не назовут, правильно? Брат, мы же тебя учили буксовать, давай. Бля, мы не на минус. Да это тут еще проще. И единственное, что Даня все тот же тип, да, который просто ключи бомжу готов отдать, который подошел вовремя. Как на поло. Камеру он мне дал, чтобы я что, снял, как он уехал просто? Или он думал, что я этот, побегу сейчас за ним? Блин, ну изящно вышло, изящно. А? Изящно вышло. Если бы ты смогла полюбить меня вот таким гангом. Интересно, твои телки. Интересно, твои телки. Хорошее время было, пацаны. Да, подожди, я вторую. Но будет еще лучше, да? Ладно, у меня не слушаете, у меня тут лирика. Тогда Даня был на М-ке, а мы рядом ходили. А теперь мы на М-ке, а он на дизельной М-ке. Ну прикол в том, что он в любой момент может на нее обратно сесть, понял? Ты можешь сейчас на М-ке сезти? В теории? Нет, ну можешь или не можешь? А может ты пьешь? Давай, брат, пошел. Резко с буксом. Не-не, не надо, брат. На третий сразу. Вообще, где Даня и где мотоцикл? Как он еще живет? Да ну ты что, дура что ли? Эпизод, о котором я вообще никогда ничего не рассказывал, ничего не говорил, но который на самом деле очень важный. Это был шестой эпизод. Это первый эпизод, который начал набирать просмотры, из которого начали приходить зрители. Это был эпизод про РС-6, синяя РС-6, которая в дальнейшем стала прям героем этого канала. Ее очень любили, она была безумно красивая и очень крупная. Как потом я понял, этот эпизод стал залетать по просмотрам. Прямо я помню, это была первая тысяча зрителей на канале. И как я понял, это все благодаря алгоритмам Ютуба. И как раз таки на тот момент у Сани Булкина была РС-6. В этот же момент мы выпустили ролик про РС-6. И видимо, люди начали его замечать. И скорее всего, есть даже зрители, которые именно с РС-6 появились на канале. Вот с тех времен, кучу лет назад. И вот если вы до сих пор это смотрите, вам огромнейший привет. Ну что, у нас рубрика Олды из старых эпизодов продолжается. Теперь я встретил Эдика. Когда-то, когда-то Эдик меня подхватил. Вот-вот такусенького на улице с камерой на М6. Говорит, поехали, что-нибудь снимем. Помогал там и даже платил, блин, за ролики. Просто хотя это моя инициатива. Нет, нет. А, это не платил. Ты неправильно говоришь. Это была благодарность. Ну все равно. А как? Ну я же... Ну это вообще респект. День рождения, помнишь, пост у Алана? Да, он в смысле, Алану Янилееву договорился с Аланом, чтобы он выставил наш с ним ролик с М6. Я вообще в шоке был. На меня тогда подписалось, там, не по-моему, тысяча, поможет. Это сколько лет назад, да? Ну лет 6-7 было. Короче, это Эдик. У него была М6, у него был ГЛЕ-63. Все было грамотно, вот такое, все аккуратное. А теперь внимание. Он не изменяет традициям. У него по-прежнему В8, но теперь самый грамотный и самый редкий. Новая РС6. Самое главное, что в ней сохранилась вся та начинка той нашей любимой синей РС6. Просто в новом облике. Все, В8, две турбины, карбоновый впуск. Сколько? 600 ровно сил? 599.6. Потихоньку встречаю всех. С кем рос, с кем поднимался, благодаря кому вообще я ездил. Слушай, да хватит. Да ну что, так и есть. Сейчас хочу ее сбоку показать, сейчас красный будет. Ну полный порядок, нет? Что ты говорил про М5? Брат, М5 вот тут уже сидят. Полный город М5. Отвечаю, как будто понял, в этом Яндекс.Такси категория комфорт, там с детьми и М5 Компетишн. Все стреляют, все на выхлопе. Вот что надо брать. Да, она медленнее М5. Да, она не заднеприводная, как мы привыкли. Но блин, вот этот вид. Вот эти вот арки. Диффузора нет. Блин, ну вот она такая прям толстая. В планах Акропович, задний диффузор. Все, и все. Диффузор уже едет, Акропович в конституцию. Все. И насадки там вот такие нехромовые, да, будут? Нет, там... Будут прям титановые. Да, сверху карбон. Порядочный, порядочный. Ну вот, показал. Все равно, у РС-6 более какой-то такой бархатный звук. Не знаю, М5, да, тоже звучит. Но вот у РС-6 прям еще с прошлого ее кузова остался вот этот прям бархатный. Как я рад, конечно, что я смог сюда приехать. Такой кайф. Просто стоишь на Кировском. Рядом с тобой вот эта морда. Восторг. Как будто реально сон. Ай-яй-яй, впуск. Кайф. Впуск, впуск, хрюкнул. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. У тебя нет, да, Сезаня, что ты сейчас в своей машине сидишь? Первый. То, о чем я буду всю жизнь вспоминать и с удовольствием рассказывать, это наша крутейшая коллаборация с Тинькофф Банком. Наш совместный дизайн с М2, который был эксклюзивом на этом канале, благодаря которому у меня вообще появилась первая М2. Сейчас я в Крупнике, тачку не видно? Да, сейчас же типа нет тачки. Видишь, ты думал, мы за 5 минут все с ним. Поехали? Все, давай, без шуток. За период, пока эта карта была доступна, на ее оформили 20 тысяч человек. Всем огромнейшее спасибо. Для меня это было очень важно. Мы ниже этих басов, мы поднимались сюда с самых низов. Это Ростов, мы в ваших этих частотах. Наша жизнь звучит так, будто бы их свел сам Бог. Мы середина по частоту, мы дискомфортно перегруженный звук. Пусть нас разкидала по свету, но нам трудно друг без друга и нас снова светут. Ведь ты знаешь, кто мы. Мы в ваших этих частотах, в нашей жизни звучит так, будто бы их свел сам Бог. Мы середина по частоту, мы дискомфортно перегруженный звук. Пусть нас разкидала по свету, но нам трудно друг без друга и нас снова светут. Пусть нас разкидала по свету, но не придя по-нашиз note. Сейчас будет очень знаменательный момент. Здорово, москвичи. Привет. Слушай, он прям помолодел с такой прической. С прической, да? Да, прям вообще какая. Спасибо. Брат, ну ты получается всегда молодой? Да. Как вы, доехали? Нормально? Да. Это еще как? Я-то супер. Ты как? Нормально? Он лучше всех чилился. Ну что, пойдем. Знаменательный момент. Пойдем. Машина вернулась в свой двор. Брат, вот прям сейчас за сколько отдашь? Вот обратно в семью. Не, могу дать покататься. Не, вот типа, чтобы я купил ее обратно. Сколько денег? Не, никак продавать. Реально? Все, проверку прошел. Это вот та самая первая М2. Судьбоносно вернулась в компанию, в семью. Еще и в родной двор. Диски перекрасили, блин. Чуть-чуть колхозика, да, навесили на нее. Я тут еще половину уже убрал. Диффузор взял в аренду. Взял в аренду сток-диффузор для поездки в Сочи. Руль АЦС, который я еще ставил. Да. Оригинальный. Да, и у всех бывших хозяев. Да, его надо почистить. Да, да, так чуть подзамазал. Ну да, да. Ну, если честно, вообще не верится, что это та машина. Понял? Ну, не могу воспринимать. Ну да, как будто вообще другая. Блин, прикольно. Привычки же так вот делали. А я сейчас сделал, да? Волосы поправил? Да. Ну, привычка, да. Я подстригся, если что. Ну, кстати, получается, всем на него чуть-чуть проехали. Что-что? Проехали. Все по чуть-чуть проехали. Ну да. Первый владелец чуть-чуть, потом второй владелец чуть-чуть, ты чуть-чуть. Нет, нет. Слушай, первый владелец. Сколько? Тысяч 20? Ну, тысяч 20, наверное. Да, да, да. Второй владелец. Второй владелец просто ее слил по-быстрому. За дорого. Мне. Мы приехали к Ваннику покушать в Ангирос. А когда-то на этом месте я приезжал на серое М2 до Рест. И мы с Ванником стояли около нее и облизывались, да, брат? Всем привет. Прям на этом же месте, помнишь? Да, прям так. А я оттуда вошел. Да, да, да. У меня был эпизод про М2. Кто помнит, тот вспомнит это место. Я специально приехал к Ваннику, потому что он так же, как и я, мечтал об М2. У него была футболка М2, короче. Мечты сбываются, так сказать. Теперь своя тут стоит. Семь лет. Семь лет? Я мечтал. Снал подходящий момент. Я чуть раньше, да? На сколько я на? На год, да, наверное. Да, какой год, брат? Еще больше. Года три почти. Я тебя опередил. У меня же competition появилась в 20-м, в конце 20-го. Вот смотри, в 17-м году я добавил в ВК сохраненку. Да. М2 золотистую, Манхэттен. Да. Какой Манхэттен? Манхарт. Манхарт, да. Ну, она в 16-м вышла, самая первая М2, да. Ты тогда тоже уже. В 19-м появился компет, в 20-м я купил компет. И в 21-м уже обновил на эту. А я обновил. А сейчас уже 23-ю, брат. Только спустя семь лет. Брат, ну у нас получилось, получается. Да. Это ж круто. Главное верить, ребята. И по-настоящему хотеть. Искренне, искренне мечтали. Хотя, два-три раза я уже готов был сдать назад. Даже когда я купил машину, был вариант ее намного продать. И я говорю, нет. Ну, армянские гены никуда не делись, брат. Я не продал. Ну да, да. Ну, все. Все, брат, пойдем хавать. Пойдем. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, кошечки, кстати, ни разу не виделись. Стоят, общаются. Вроде подружились. Ну что ты, поздравляю тебя, блин. Спасибо большое. М2 Competition белая. Все как и мечтали. Вообще. Вот так потихоньку собирается банда. Интересно, рыжая М2 приедет к нам когда-нибудь? Или все, что мы видели, это вот там в гараже. Ну, точнее, я видел. Так, вот, кстати, белый юбилейный. О, точнее, юбилейный значок на белом цвете. Хорошо смотрится. У меня они дома тоже лежат. Может, когда-нибудь поставлю. Ну, что-то я подостыл к этому. Ну, настолько их много в Дубае, везде. Они так свежо выглядят. На мелких тормозах. Воевода бы сказал, кайф для 18-х топ. Че ты там? Идеал. Все должно быть только заводской. Согласен, согласен. Ну, подпад. Карбонов салон добить и все. А, у тебя, смотри, диффузор карбоновый, да? Да. А у тебя какого цвета строчка? Синяя, да? Синяя, да. Ну все. Кайф, брат. Сколько пробег? Уже 11800. А, нифига. Вообще новая, короче, да? Улица М2. Competition. Не competition. CS. Еще один competition вот у нас. Составчик в Сочи потихоньку растет. Никитос, правда, сказал, не поедет. Че там? Че делать? Скинули руль? Да. Зачем? Чтоб почистить его идеально. Чтоб Алькантара, вот как ты руль туда ставишь, чтобы он как новый был. Понял. Это вот Никитос из Москвы к нам приехал. У него тут тоже Рикаро поле позишены стоят. Протрек колеса. GT4 спойлер. Акропович, короче, такой. Чуть-чуть сделан. О, нормально, брат. Вот такой он ко мне и приехал. Только без лепестков и без кнопок. Все, сейчас и уедет так же. Здорово, Никитос. Сейчас тут стол появился, сиденье ты ешь. Здорово. Вот же нечего делать, блин. Ночью выезжаю, руль сняли. А у меня была проблема. У меня слезла шина. И чуть-чуть покоцался по низу бампер. Это давно было. И вот тут чуть-чуть закусило локер этот. Я вот его поменял. Короче, готовимся к поездке. Скорую ночью уже выезжаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что-то в этот раз какая-то тяжкая дорога. Пробок много. Что-то мы со временем чуть не угадали. Я ебалясь. Только в жизни нельзя материться. Не, материться нельзя. Я в жизни столько в пробки не ехал. Но при том и Сочи вазы. До этого все супер жилло. До этого все шикарно. Гиросик везет. Он со мной ехал. Гиросик. Хоть кто-то со мной поехал. Мы на районе. Морда приехала в Сочи. Вот только ради этого вида. И вот ради вот этой свежести, вот этого горного воздуха уже есть смысл сюда приехать. Ну и ради, конечно, вот этого прекрасного вида. Так не хватало всей этой горной атмосферы. Сочи. Ребят, всех вообще так рад видеть. Блин, а эта машина, я как будто заново в нее влюбился. Спасибо тебе большое, что ты у меня есть. Если бы не ты и не мечта внутри меня, не любовь к тебе, сейчас бы вряд ли кто-то смотрел это видео. Это была такая бешеная мотивация, такая история. И главное, что получилось. Я безумно благодарен этой машине за эту мотивацию, за такую большую любовь. Опа. Добрый день всем. Вы на канале Козлов Мувис. Тут рядом Умхаев, значит, ты надолго зависть. Бери попкорн, колу, друзей. Присаживайся удобнее на диван и смотри. Мы устроены лютые вижны. Это сотый эпизод, как сотый выходил. А он будет душевный, как душевные песни. Лайки, репосты, комменты. Всегда приветствую. Ты мой товарищ. Уже такой олдскульный товарищ. Ну да. Ты написал мне, пригласил меня. Я не мог тебе отказать. Брати. Ну как я тебе откажу, пожалуйста? От души, брати. Спасибо. Мы вдвоем чисто, как спартанцев 300. Смотри, что за лялю ты собрал. Да. Как ты? Долго к шелке и пришел. Ну да. Мы теперь ждем тебя на фере. Реально? На какой? Мы ждем тебя на фере. На V12. Исключительно. Исключительно. Мы за олдскуль, брат. А Porsche, Porsche, что сказать? Когда ты возьмешь Porsche, я сяду в твой Porsche и скажу такую фразу. Детка, будет проще. Перейти на Porsche. Два года тебе даем на Porsche. ГТ в того. О, блин. Нет, ты сделай, брат. Ты сделай. Постараюсь, конечно. Ты сделай. Брат, спасибо, что резко вот так собрались, приехали с кайфом. Брат, в любое время звони. Только не в 7 утра после 9.24.7. Я приехал на своего близкого друга М3. Спасибо моему другу. Не буду. Он инкогнито. Да. Это Mr. Kickdown. Приехал на М3 Competition с пробегом 13 тысяч. Офигеть. На карбонокерамике Competition. Но керамику это уже поставили, да? Да, поставили, брат. Они бывают в керамике. По-моему, на его М-ках больше друзья ездят, чем он сам. Я тебе отвечаю. Ну, почему нет? Она, короче, дорест. Она дорест. Переходящий дорест. Да, вот климу нравится дорест больше. Ну, да. Не дорест. Ну, вот, короче, у Лукаши такая же переходная, фиолетовая М3. Да, да. Но эта М3, она Competition. То есть она идет вот на этих колесах. Она чуть ниже по подвеске. Да. И на дырявых сидухах. Вот. А значки дорест. То есть это редкая машина. Тонировка, это фотошоп, это он сделал. Мы не ездим тонировали. Как старый добрый. Я себя чувствую в семнадцатом году, когда ты первый раз приехал в Москву. Да. На чем я тебя? На М5 тогда или на М3? У тебя была М3. Да. Мы ее со штрафстоянки ездили забирать свои воды на Камре. А, да, то и... Да ладно, что, ага. Все, 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 все. Сторма, 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 сторма. Ай, хорошо. Я знаешь, что понял вот сейчас? То, что 3,5 Камры даже русского пацана делает немножко чеченцем. Посмотри, как он агрессивно. Вот это. Как будто, знаешь, мы учились вместе в школе. Закончили вместе универ, тусили вместе дофиг. Много. Да. И встретились спустя столько времени. Вот так же душевно тут все получается. Да ладно. Я, кстати, накачал. Да, реально. Он реально массу набрал. Именно такую здоровую массу. Все. Он прям... Оценив. Широкий вот тут стал. Широкий. Это как крылья М3. Кажется на шее. Я хочу устроить батл с Климой, короче, кто больше брусь сделает. Давай. А почему именно с Климой? С Климой? С Эдиком не хочешь? Клим в хорошей позиции. Он самый легкий. Ему легче всего это делать. Что делаем, Клим? Со скольки начнем? С одного. Нет, турник. Нет, нет. Давай брусья, брусья. А кто выигрывает, тот что? Кто выигрывает, тот накрывает стол. Проиграет она? Ха-ха-ха-ха-ха. Ты, если ровно, спускаться будешь легче, брусья. Не на... Не на... Вот так. Вот она, тяга пошла. Пошел. Все 14, я сейчас сломаю. Вот он, Stage 2 пошел. Мод турбин. С-65. Брош, сколько там? 100-150 уже, да? Нет. Сколько сделал? Я не считал, но больше 25 точно. Но ты выиграл. Ты как кто? У тебя там типа... Я как Брюс Ли. Нема Росси. Нет, это же была, новая надо. А? Новая нужна. Новая нужна. Про М5 тоже было. Ой. Сейчас отдышу, что-нибудь придумал. Все, ладно, пойдемте в кафе. Кто оплачиваешь? Кто, я, походу. А, Виналик? У него самая крутая наклейка. Потому что катаная и видно четко. Ты реально его под статью загоняешь. Вот как наклейка смотрится. Еб 100. Я в солнце, я могу загореть. А это Эдик, кстати, приехал. Эдик продал C-63, 205-я. Кто помнит, Брутал Кар через единичку. У него было больше 200 пробега. И я думаю, она подальше ездила у него. Так даже дождь, так долго даже кавказские долгожители не живут. Слушай, ну реально нету, я не видел ни одной, ну, С-55 с пробегом 200. Брат, мы продали с пробегом вот эту золотую, с пробегом 130. Вот, да. На ней сейчас почти 200 пробега. И все нормально? Мотор родной, меняли турбо. Ну и коробка. Все, кто брусья делали, на лифте, короче. Кто-то поднимается по лестнице, кто-то поднимается на лифте. Базар зиру, брат. О, я запомнил вам. Это человек, который продал в оригинале М3 46-ю с пробегом 50 тысяч. Просто запомните его лицо. Ну это было очень давно, она тогда никому не нужна была, брат. Особо, да. Брат, ну вот если бы у меня была бы М3 с таким пробегом, если бы я ее не давал бы друзьям разбивать, я бы ее никогда не продал бы. Так у него и один М была, блин. С пробегом 24 тысяча. Прикинь? Просто запомните это лицо. С ним фоткаются больше, чем с нами. Базар зиру. Базар зиру. Базар зиру. Сейчас будет челлендж на Эмошника. Кто проедет вот эту знаменитую петлю. Просто левый поворот. Или кто кому угодно правый. Пацаны, либо дрифтите, либо боксируйте со мной. Врагинь, я отчетлягу прохожу. Ф-90 умнее Эмшена. У нее блокировка настолько умная. Туда сядет семиклассник, поедет боком. Надо просто один раз показать, брат. Я тебя снимать буду. Покажи. Покажи один раз на своей. Короче, вот такое задание, брат. Хорошо, брат. Тест на Эмошника. Пересложиться я не смогу, но я и так выеду. Че вы Эмошники? Давайте, ваша очередь. Вот этот поедет. Он без башни. Кто, кто? Вот этот серый? Это, кстати, он просто в телеграм мне написал. Можно с вами? Говорю, да. Откуда ты приехал, брат? С Пензе. С Пензе. То есть это далеко. Он не скинхед. Это далеко. Брат, давай, прогревайся. Сейчас руль сдаст. Блин, ну Никитос, конечно, заднюю с хрустом дал, нет? Кстати, золотая М4, это тоже судьбоносная машина, потому что это та самая бывшая аллея. Ее купили, и вот она тоже с нами. Ну, нормально. Нормально, просто без перекладки, но нормально. Нормально. Давай, давай, не бойся, газуй, газуй. Брат, учитывая, что это твой первый опыт, нормально. Ну, лучше больше не делай, лучше на площадке сначала. Оставь ее. Это тема. Нормально, нормально. У машины, походу, судьба. Все время боком ехать. О, давай. Ну, давай на первую, брата. Как будто заглох, нет? Заглох. Заглох в натуре. Вот и все, ваши вот эти стейдж-2. А на стейдже? Да. Мне кажется, надо, чтобы ты сел, показал ему. Брат, без проблем. Первую газ дал, сразу вторую. И газ не отпускает, просто жестко втыкает ее. Вот как будто, бля, бьешь, чтобы вырубить. А не на очки работают. У F-90 есть такая проблема, на первой передаче блокировка полностью не работает. То есть ты что делаешь? Первую дал, сразу вторую. У меня оттуда эта привычка, брат. Понял? На любую тачку сажусь, даже на ДКТ такая тема. Брат, просто вторую газ в пол. Блин, вот была бы она в стоке, она бы нормально себя вела. О, пошел. Он просто боится. Не, не, медленно, медленно. Не, нормально, нормально. Все четко, не бойся. Все целое. Ты чуть нищем коснулся и все. Все четко, я видел. Не переживаю. Так, кто у нас еще не проехал? Климко там что-то прячется. Прячется. А, ну и М3 я ни разу не проехал. Горит, камеру убери, ладно. Ты в злом режиме? Да. А ну газани. Закрыты? Может ей чуть прогреться надо, типа? Или она заведенная стояла? Во, во. Вот, давай, теперь поехали. Брат, ну видно, что ты со школьных времен на М-ках. Красава. Кстати, это Бадж Алини из Адлера, он на связи. Как ты? Привет, Линни. Привет, нормально. Ты приедешь к нам? Приеду, сейчас я кое-куда заеду. О, давай, ждем. Ну, тест на емошника пройден. Все, его не остановить уже. Ну, ты красивее здесь выходил. Ну, так. Да, чем я. Даже третий раз еще. У тебя шины нет просто, брат. Да, брат. Вот он, еще одна ростовская. Давай ему сразу челлендж, скажем, чтобы он не выходил. А он понял, поход. Нормально, нормально. У нас тут такая эпизодная сотая свадьба, короче. В ряд все встали. Шотик подъехал, шотик опоздавший. Брат, тест на емошника надо пройти. М-ку купил, пятачок покрутил. А вот там вокруг кольца, что ли? Да, да. Ты можешь просто прокатиться, посмотри. Пройдено. Мне надо еще раз. А мне кажется, было, что ли? Мне надо еще раз. Даже с перекладкой. Мне надо еще раз. Ты что, ты спройден? Да, хорош, брат. С приездом. С приездом. Здорово. Как-то, смотри, у него тут шпильки, гайки. Это какие-то фирменные, что ли? Да, да, это из Америки. А не титановые? Не, брат. А те ты так и не поставил, да, титановые тоже заказывал? Да. Понял. Где не поставил. Ковши у него порядочные. О, вот это прикольная тема, чтобы не протирать. А он на липучке? Да. Блин, круто на себя. А, у меня же кожа. Да? Да. Круто. Тут сразу закладные под четыре точки, чтобы применять, накинуть. Прикольно. Это, как они, РПГ, СПГ, как они называются? СПГ-Эксель. СПГ-Эксель, да. Они глубже, чем мои. И прикольно, что велюровые. Ара, брат! О, брат! Вот так, вот так, вот так тебя не видно. Тебя не видно. Брат, тебя не видно. Ты что успокойся, все нормально. Брат, он тебя не снимает лицо. Не переживай, брат, я все вырежу. Я ему сказал. Я тебя когда-то подводил. Ара. Да, когда? Тут надо. Не, ну, блин. Длинный, у тебя, у тебя топовая М2, клянусь, просто забыть. Ты знаешь, она просто забыть. Как колеса передние стоят. Просто забыть. Я смотрю на М2, клянусь, я не могу смотреть на М4 вообще. Не знаю, не зад М4. Брат, ну, посмотри, это пуля маленькая. Это просто взбитая, блядь. Брат, 9-миллиметровый пузырь. Вот, блин, на М4, как у корейца, блядь, в этом фары вот так уходят. Я не знаю, короче, мне не нравится. А, арки на М3. А, вот это оставь, не начинать за эти арки. У них только одно. А то, что крыша у него, квадратная дверь. И вот такие вот, как в избу какую-то заходить, проходной двор. Это, что, спортивная машина, брат, не может быть, блядь, четырехдверной. Ну, убила. Ну, по факту, что, по факту. Не, ну, представь, М2, четыре двери сейчас. Ну, вот представь, Феррари, четыре двери. Тоже кошмар, да. Один М3, представь, четыре двери. Да, нет, ну, это вообще. Ну, вот, видишь, я не знаю, он ли купе, блин. Привет, привет. Это не остановится, это М2, брат, стоит четыре. А как зовут? Ева. Ева. Сегодняшним днем, это как белый голубь, стая воронья. Среди подруг, любимая моя. Вот это Ева моя. Красиво, брат. Все ж помнят на 9 Баджолини. Чего мы только с ним не снимали. И на 92, и на М2, и на М4, на механике. Круто было. Привет. Меня не снимай, блядь. Да, я ж не выставляю. Привет, привет, не надо меня снимать. Да, я не выставляю. О, блядь, блядь, пошла. О, блядь. Козлый, приедешь вот, блядь, еще раз. Останешься на месте, я из тебя мужика сделаю. Вот такие очки не будешь, блядь. Пепси-кольные носить, блядь. Вот это красный, в кетиках не будешь ходить, блядь. Как говорится, блядь, не насосал, не насосешь и она снимаешь. Есть еще одни ребята, которые давно со мной, которые почти в каждом эпизоде появляются. Это ребята из CCD Planet. В холодные зимние вечера так и хочется окунуться в теплую атмосферу эпичных заездов на наших любимых спортивных автомобилях компании единомышленников. Хотите раздать боком, пошашковать или заехать с кем-то по прямой? Тогда вам точно на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который может удовлетворить интересы любого автолюбителя. Кастомные винилы, возможность внешней и технической кастомизации вас по-любому приятно удивляет. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Крутые сходки организовываются игроками ежедневно, где каждый может представить свою тачку в лучшем свете и пообщаться с ребятами на общие темы. Многие уже знакомы с этим замечательным проектом. Самое время залететь и оценить топовое зимнее обновление с сюжетной линейкой квестов. Тысячи игроков высоко оценили проделанную командой CCD Planet работу, поэтому и вам советую заглянуть к ним на сервера. Проект разрабатывается с душой, поэтому я уверен, что эти ребята точно смогут развлечь вас в эти жаркие праздники. Также для всех моих зрителей ребята сделали промокод КОЗЛОВ с приятными бонусами, которые помогут вам на старт. Игру можно скачать по ссылке в описании. Там же будет и промокод с инструкцией по активации. Наслаждайтесь. Брат, тут сильная тема, социальные проблемы обсуждаем. Как это в сотый месяц получает? Да, я сейчас рассказывал, что... КОЗ доит, брат, кур срежет. Все наоборот. Дом строит, деревья кладет. Ну что, друзья, начался у нас юбилейный сотый выпуск на канале КОЗЛОВ МУЛИС. Мы находимся в апартаментах Красная Поляна. Непонятно вообще, что заблудилась эта машина здесь. Он вчера подошел и говорит, знаете, мне нужен номер подороже. И нам сказали, что сколько мы отдали за два дня? 10 тысяч. 10 тысяч рублей на троих за два дня и мы приехали на Феррари. Московские движения. Да, я спал на двух кроватях. Давай еще. Давай, давай, я пораздаю. Так, пацаны, по тысяче. Чего? Евро, брат. Что есть? Фигася, а что так можно было? Собственность КОЗЛОВ МУЛИС. Феррари, Ламборги. Ну что, Виталик, что ты ждешь вообще от сотового эпизода? Поделись вообще нам. Брат, я рад просто с вами встретиться в нем и все. Да? Дай себе камеру. Рассказывай, что ты ждешь от сотового эпизода? Брат, я просто рад вас всех встретить в нем и все. А на чем ты сюда приехал? На КСе, брат. Вау, это даже не BMW, это просто КС-но. Давай лучше про Феррари расскажем. Давай ты расскажешь, потому что я в ней ничего не понимаю. Москаль, открой тачку. 4, 5, 8, Италия, V8. Какой там, десятый где-то год. Это не надо говорить, брат. Это новая машина. А у Lamborghini Balboni. Нет, это Феррари. Ну, тем не менее, звучит красиво. Понял, надо вставлять ключ. А ну вставь, братишка. Нет. Вставь. Да нет. Я разрешаю, вставь. Вот все в ней нравится, кроме вот этих всех обвесов. Мне кажется, прикольная спама была в родне. Мне только эти обвесы ей нравятся. Блин, ну крутая. Она, кстати, на пне. Да, она поднимается. Но она нас вчера не спасла. Мы все равно не заехали вчера в док. Кромические тормоза. Реектор из карбона, который почему-то не работает. Он не использовал. Мол, дырка. А у нее жопа тоже поднимается на пне. Да, да. Все поднимается. А теперь пойдемте покажу, на чем приехал я. Вон его приближай. Вон мой тук-тук стоит safety car. А у тебя все, нет, да? Ни М2, ничего. Еще нет. У меня есть трое детей, братишка. Базара нет. Базара нет. На, прогрей тогда. Феррари. Пойдем. А чувствуешь этот пуск? Обязательно взять. Вдолетний масло. Готовься, заканчивайся. Готовься, заканчивайся. Готовься, заканчивайся. Вдохо. Рösκο-эк-пай. Продолжение следует... 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 И мне кажется, у меня М2, она единственная в России на карбонокерамике с завода. Понятно, что можно на любую машину ее поставить, но здесь карбонокерамика с завода. Зеркала понятны, ну, зеркала можно и перформанс, да, оснастить туда, но тут с завода карбоновая крыша. На М2, на Competition можно было поставить перформанс крышу, но здесь крыша особенная, она без вот этих молдингов под багажник. То есть она идет четко в стойку, и это очень стильно выглядит, и плюс тут крупная клетка. Видно, что крупная клетка? Да, да. Хромовая надпись М2Ц. На Competition она идет черная. В целом все Competition это почему-то максимальный антихром. У Клима стоит перформанс спойлер. Спойлер это просто накладка на двухстороннем скотч. Вот у тебя, кстати, оригинальный. Да. А это оригинальный ЦС, который с завода тут стоял, он с такими рожками. Да, они с рожками, а перформанс идет просто ровный. Да, здесь карбоновый диффузор завода. И отличаются насадки. То есть у тебя прям надеваются на выхлоп черные насадки. У них прям даже гравировочка М есть. И это прям очень стильно. Не знаю, видно или нет, но там М написано. И прикольно, что они, то есть просто голые трубы. Как по мне, это намного эстетичнее выглядит, чем именно надетые на трубу насадки. А нету бесключевого доступа. То есть ЦС, держи. ЦС это типа облегченная версия. И за счет этого она типа дороже. Хотя в ней отсутствуют какие-то функции, типа безключевого доступа. А тут меньше шумоизоляции. Это прям чувствуется. Нет вообще шумоизоляции в арках. Ты когда по камушкам едешь, ты все слышишь. Типа вес убрали. Нет подлокотника, и это намного лучше. Это пипец как удобно. Ну то есть мне с большого человека, ну он мне мешает. Я ездил на М2 на Компетишине, у меня плечо поднято было. А тут я сижу прям ровно. И она тоже полностью карбоновая. Здесь полностью карбоновый лак, карбоновые ручки, карбоновая панель. Это как это называется? Борода. Борода, да. Ну и это я уже доставил. Все оригинальное. Дальше. В Level Performance мне сделали четкие ковши. Recaro Poly Position. Brooklyn's Detailing, мне их перешили. Тут все как должно быть, без колхоза. Перешита, как называется кожа? Мерина? Мерина кожа. Такая же, как на родных сиденьях у меня здесь. А у тебя сзади мерины, да? Да, да, да. Видно, что мерины? Наверное, не будет видно. На видео непонятно, но это типа считается, как сказать, премиум кожа. Премиум кожа. Премиум кожа. Вот она, то есть супер гладкая. Вот. Руль Alcantara CS. Ну и в целом, наверное, по отличиям все. Ну и в стоке вот такие же ковши, как у Klima, как в М4, только дырявые. И из другой кожи. И из другой кожи. Вот. То есть это кардинально чуть-чуть разные все-таки машины. Хотя, если заморочиться, компет можно переодеть в CS. Но, наверное, это дорого будет стоить, если в оригинал. Поэтому все вот эти капоты, это все китайская хрень, которая кривая, которую видно за 2 километра, что это китайская херь. Тут все родное. И это кайф. Не родное, а тут только диски. Висол мне сделали четкие ковки. И КВ-вар 3 подвеска. С развальными опорами от слона. Все. Я бы еще сделал 4-точные ремни, чтобы прям прилипшим ездить. И все, наверное. Теперь вы знаете, что такое М2 CS. Это не просто что-то там. Это реально экзотика. Эксклюзивная и редкая. В России то ли 8, то ли 10 штук официальных CS. Не привезенных, а дилерских. Я не хочу знать, и я не хочу видеть. Что-то там, и я не хочу видеть. Что-то там, и я не хочу видеть. Что-то там, и я 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 хочу видеть. У нас тут на районе М3 F80 с максимальным количеством тюнинга, даже с ЦС капотом. ГТС, брат, ГТС. Ой, ГТС, сори. Первое, что хочу отметить, нет доводчика, а значит на стеклах, понял? Как нет доводчика? Нет доводчика. Потому что рамки дверные же есть. Алло, Коль, ты думал тут стекло прыгать будет, что ли? Конечно. Нет, тут рамка, видишь, дверь цельная. Ну прикольненько. А зато вот это, видел? Прикольненько о доводчике. Так вот доводчике. Полно стекла дороже стоят. Короче, есть открыт каталог, легче найти того, чего здесь не хватает. Ну в смысле, тут из оригинального до оснащения? Тут все стоит, я не знаю. Открыть перформанс стоит, все перформанс. Диски, рейзы, G25. Оригиналы? Оригиналы, конечно. Пойдем, передний, передний, брат, передний. А ну, Кольчик, свет, свет. Ну мы не проверим, оригинал это или нет. Но верим на слово, да, брат? Верим. Армянам надо верить. Капот тоже оригинал? Да. Офигеть. Капот оригинал. Это редкость на этих машинах. Да, реально, карбон. Так, CSF кулек вижу. CSF кулек. Ивентури в пуск. Ивентури. Карбоновый отслон. О, это слон, да? Да, да, да. Радиатор ИЦС. Вот так вот. Радиатор коробки ЦС. Ивентури. Все, Кришка. Все, передал? Да, спасибо. Так, какая? Электронная. Ну, в R3. EDC. С EDC. Да, да, да. Вариант третий, да. Да, я понял. Вот. Тормоза передние. Слон. Слон-воркшоп. Да, под 18 колеса. Рестайлинговый карбоновый кардан. А она вообще Рест или Дорис? Нет, она 2014 года. А, она Дорис переодетая. Да, да, да. У нее именно рестайлинговый карбоновый кардан. Да, я понял. Редуктор. Стоит усиленная плита, задействована на ушко. Да, я понял. Самое, наверное, крутое для этих коробок ДКТ стоит Дотсон. Сцепа? Сцепление. В разору нет. Которое стоит порядка 5 плюс евро. А, НБТ, НБТ, другое. Да, да, я понял. Ну, понятно. Переодетая, переодетая. Перформанс весь пакет вот эти карбоновые все вот эти вот. Не, вот сцепление, Дотсон. А, во что она за ш... А, брат, тут равнодлинная труба. Да, вот это самое важное. Духлов нереально крутой. Стоит в даунпайпе Акропович. Так. Как они называются? Head shield, по-моему. Не важно. Не термолентная. Средняя часть кастомная. Средняя часть кастомная, равнодлинная. То есть, одна труба ровная, а другая вот такая. Да, она конда, короче. И у нее из-за этого звук, как будто она на сингл-турбо. Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Можем нажать? Чуть. Вот прям. Прям такой именно ровный звук. Вот не такой. Вот не пердящий, а такой какой-то ровненький. Прикольно звучит. Садняя банка Титан Акропович. Да, понял. Ну, нормально, нормально. Ну, тебе как, брат? Зайдись вообще. Понял, 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 все, понял. Эти машины, блин, я вырос. Ты помнишь? Ты еще в Эвалюше не сидел? Да, брат. Мы уже на М4 гонялись. Мы еще детьми были. Поэтому тут особо ничего нового не расскажешь. Брат, я охренел, когда увидел вот это вот на руле. А, для Ховета? Да, это самое, брат, главное вообще. Это законно? Стоцин. Ну да, как Сильвей водил. Либо ты сразу едешь, либо вообще не едешь. Брат, Криша, Алькантара сразу отвечаем. Алькантара потолок, брат. Алькантара потолок. После этой фразы обычно это что-то происходит. Да, там эффект будет присутствовать. Самое важное, звук. Как будто, как будто Джейзет. Да, да. Нету криктения какого-то, как он прям. Звук очень крутой. Стоп-ринцентный Джейзет второй. Ой-ой-ой, реально свистит пик-пизан, как два Джейзет работают. Да, да, да. Вообще пик-пик. Не, ну одно дело, это самое. Новая что? Новая резина, брат. А, бедница, она ускоряется, конечно, на этой шине моментально. Не скользит совсем. Блин, ну есть у нее эта тема, что одним колесом, одно колесо, ну короче, распределяет она эту блокировку в этом ГТСе все равно не так чувствуется. Ей сложнее ехать. Понял. Вот даже не из-за шины, а из-за вот этих моментов с блокировкой. То есть, скорее всего, типа там в кольце вваливать на вот этой прошивке редуктора может быть и лучше. Но типа вот так бочком ехать, она все равно как-то... Как Джулия Альфа Ромео, в этом просто так же было. М-перформанс пороги, я не видел ни разу. Мы прикольно прокатились. Чеuchowe! Ажелая! Чеuchappinie! Чеuchappes! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надо реально крутить ее Ты ее в середине держишь, она поэтому цепляется сильно, ускоряется Давай на отсечке только прям Чтоб прям аж, блядь Сэр вылетал прям Сэр? Чтоб он прям вылетал отсюда с капота Главное, чтоб на отсечке не в меня он приехал Черт, это Брайан! Ну вот так хоть спецэффекты какие-то есть Хоть задымило, да? Ну задымило херово, но по крайней мере красиво звучало Чё? Большой! Двести евро валяется Большой! Не лучше оттачка! Вот кто тебе тупая и крикнет Еб***ь оттачка! Согласен Не кайф ее в зенке переобуть? Обратно типа в ее стоповое состояние Брат, кайф хоть что-то Ну вишь, она за год особо не дрифтила даже Знаешь, что мы год назад как ее забрали? В начале лета был год Как мы в Сочи ее забрали Обалдеть! Целый год на одних задних колесах проехал А я вот только что поменял В Грузию съездил, а там побуксовала на двух треках по городу Вернулась и я поменял, прикинь Эйхол! Вся эта японская любовь это из-за тебя, знаешь? Думаешь? Ну потому что я когда с тобой познакомился Ты же болел прям этим Да, болел Да я и сейчас болею Ну да, да Просто сейчас Сейчас это как будто бы тяжелее, чем М-ку купить Ну уже да Реально бюджеты на силе Сильвии не те вообще Круто, да? Что у вас болеет? Силой, я единственный ролик Сильвии что-то недавно посмотрел Вообще на ютубе нечего И я думаю, ну Спать-то подо что-то надо И это был даже не Силова ролик А кто-то снимал про него Про эту Сильвию 15 Синюю? Типа, да, там Он рассказывал Как она, что, откуда, зачем И он говорил, что он ее купил за По-моему, то ли 450 То ли там за 550 Короче, что-то до 600 тысяч рублей Собранную с красного кольца Сильвии Градцево, проезд 14 Да Черную Да, да, да Это была первая серия одержимых И я с тех пор их стал смотреть Да, да, да Вот, кстати, единственное, что с удовольствием До сих пор смотрится на ютубе Вот по сей день Это Зарубин, да И вот это, наверное, единственное Что ты прям вот сто процентов Выходит Зарубин Не важно про кого и про что Лучше Сто процентов его включаешь Все остальное Такая дрянь Вообще смотреть нечего Вот прям нечего Ну, все такое, понял Сырое Типа, ради того, чтобы Все пипсикольное Жуткое Дебелячее Типа, снял, да Какой-то экшен есть Да, и все И причем этот экшен Обычно выдуманный И высосанный из пальца Слушай, давай честный То есть этот экшен Создается специально для видео А не видео вокруг экшена Формат эпизодов Отчасти появился От вдохновения От ролика Зарубина Ну да Обрывки памяти Вообще Сколько раз Пересмотрены были Конечно Ну, это Причем, видишь Зарубин умел И за суету поснимать Какую-то Москва Какие-то мажоры Все И круто смотрелось И при этом Дрифтеров снимает И тоже круто смотрит Соревнования Хотя по сути Типа это такое Абсолютно Вообще два разных мира Потому что это творчество А не ролики ради роликов Сто процентов Поэтому эпизоды редко Ну, это херово Согласен Все Согласен Решил выкатиться на Сильвии, прокатиться по городу. Именно в этот день пошел дождь, именно на Сильвии у меня не работают дворники. Я этому пипец как рад, потому что после Дубая дождь это радость. Дождь пошел, солнце вышло, сразу духотище. Чисто Ростов. В Ростове если дождь идет, то он такой, как будто в последний раз. А дворники у меня сломались, кстати, из-за дождя. Я в Грузии катался и видимо моторчик залило, потому что он прям, сейчас покажу где. Он прям, вот он и на него летит вода, потому что она вся дырявая. Такая, конечно, машина немного не для дождя. Опа, опа, опа. Что за заварушка? Здорово. Здорово. А что мы, прощались что ли? Здорово, Ромчик, блин. Как ты? Как ты? Кипец, да, собрались в самую хорошую погоду. А что это за версия? А-91. А что это значит? Я не знаю. Ну, лимитированная. Что значит А-91? Это рестайлинг пошел и вот она в таком цвете синий. Ну, она прям кузов А-91? Да. А в чем отличие рестайлинга от дорестайлинга? Мотор. Ну, в смысле? Там 340 всего, а здесь 380. Прошивка, короче. А так внешне нет отличий? Нет, синий цвет это ее, допустим. Синий цвет это ее, вот эти вот штучки, еще черный диск, но их нет. То есть это прям... То есть это прям... То есть это прям... Короче, ты когда хочешь с кинтами из этой дачи поздороваться. Так. Как голова, блин. Или пролазит. Вот, все. Брат, автоспорт. Бля, открой дверь. Причем выглядеть, как будто она перевернулась. Мясная как будто. Она почти так и была. Жейзет, да? Звук один в один, как в Форзе, кстати. Жейзет. Да. Анлок. Ну, джойстик не твое, я понял. Вот это надо здесь. Ты куда-то сдал, вот так по привычке сделал, она никуда не переключилась. Все, давай, езжай. Вот, вот вперед, и она такая. Возвращаете? Почему? Слушай, ну, на рестайлинг она объективно не тянет. То, что свежее, да, но... Блин, не, очень красивый кузов, конечно, очень удачный. Они еще будут на С-58. Реально? С ДКТ-коробками. С ДКТ на С-58? Да, и на механиках. На ДКТ будет эта машина на С-58? Ну, говорят, что да, будет имитирована. Ты слышал? Да, 200 штук будет. С-58, значит, будет доступна с ДКТ. Ты ее никуда не купишь, просто, скорее всего, что их будет 200 штук. Ну, смотрится красиво, да? Конечно. Это мы еще в школе учили. Сам. Давай ты... Давай, надел. Чуть-чуть туда. Чуть-чуть туда. Все. Руку. Есть. Что ты, олова? Не забудь, что надо ручку переключить влево. Да, да. Вы думаете, это я не умею? Она так и едет. Она тупее, чем мы, я, прежде чем. Тупее, тупее, конечно. Не хватает вот этой реакции на коробке. Не хватает. Во-первых, ДКТ, а во-вторых, здесь не водяное охлаждение. А тут автомат? Да, да. Здесь не такой короткий впускной тракт, она поэтому так не реагирует резко на педаль. Поняла, какая-нибудь... ДКТ! ушел ну да брат у него опыта побольше для на она смотрится со стороны круто конечно ей это идет ее выворот меньше да 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 или кастера меньше сильно но возможно ну хотя странно прям чувствуется папа да 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 я же не такая злая как м-ка реально лох ним когда вот я сказал я прям когда первый раз прокатился я прям обиделся понял вот про а прикинь если еще трасса у нее сварить нормально прямую да да но хорош . мне нравится визуально очень крутой у меня первый опыт езды и как как бы м2 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 но это конечно современнее тачка звучит прикольнее что выглядит ну со временем со временем что красиво реально красиво вот такую же машину вы можете заказать у ромы и не только такую же а может и не заказать его можете заказывать короче рома работает в компании как вы называетесь line motors art line motors только из америки да не из кореи из кореи в 8 с эмиратов возьмем и новости на из эмиратов отправлю лично чем вот ваша особенность вашей фирмы ну то есть помимо того что мы все дружим что вы как бы наши близкие рома своего да и лучшие друзья поняли насколько близкие смотри могу рекламе ты тоже давай нормально видеть и короче сейчас это актуальная тема все возят тачки но не все знают кому обращаться и как что правильно кому доверять вот рекомендую вам рому ну точнее их там много ребят кто работает но с ромой мы на связи и вот рома прикатился на супре очень много сложностей но мы никогда не бросаем клиентов и доводим все дела до конца самое главное у нас прозрачность мы никогда не привлекаем клиента то есть если 4 то это 4 до 4 но при текущем курсе будет 4 4 ребята базируются в ростове и у них есть еще здесь свой сервис где они могут обслужить починить собрать машину если вы вдруг закажете битву то есть полностью под ключ могут ее все сделать правильно сказал 5 сервисов 5 сервисов только в ростове ну один грубо говоря собственности и фига такой крупные что машин на самом деле битов очень много сколько лет вы кстати уже работает пять лет реально пять лет этим занимается блин участная это самое актуальное время до или всегда был поток всегда был поток но с 21 года это стало когда ну да а с таможни вас никаких проблем никаких проблем нету мы везем машины во все страны таможенного союза армения беларусь бишкек казахстан и новороссийск но сейчас чаще всего все-таки беларусь и бишкеки то немножко другая таможенная сетка это получается выгодно выгодно таможить например машины до трех лет в армении то есть это цена в разная да выходит то есть машины прикольно странах таможенного союза с целью сэкономить на таможенные кошки ну да легально легально в общем сейчас все актуальная тема обращайтесь арт-лайн на связи я привез автонак и ты привозь и ну и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, брат, надо с чего-то начать. Я считаю, он молодец. Лукянкос. Как ты? Пипец кайф, что она седан, конечно. Да, но он же семейный человек. Да, ты похудел, кстати, знаешь? Да. Ты был толще. Вчера? Да. А что, нет, да, четырех точек? Есть, но он даже не подключен, не подсобежал, брат. Да, да, да. Ремни просто от питания работают. Что-то эта дверь легкая, а эта тяжелая. Да, да. Глянь, у него кулиса гоночная. Неплохо. Ковше оригинал, брат? Да. Да, или... Слушай, ну прикольно. Что за спек, брат? Что за мотор? Дергай капот, давай обзор на нормальную тачку. А то вот эти М-ки уже, блин, одно и то же. М-50, наверное, B-25. А ты масло проверил? На такой стороне шут, что даже непонятно есть. А где шут? Давай проверим. Короче, она на редукторе, да, не на заварке? 2,8. Короткоходная кулиса у тебя там какая-то гоночная. Выворот есть же? Да. Все, брат. Ручник есть? Ну, стоковый, да и пофигу. Стопочка есть. Брат, просто разгоняешься. Вот видишь следы черные? Забор, нет хуя. Не, и дергаешь ручник на фишках, славливаешь ее, а дальше по следам. Не, можем просто типа восьмерку потренировать. Вот так хуя. Короче, мы на Ростов-арене. Это легальная площадка в Ростове, где есть дрифт-школа. Нет камней, нет пыли. Как в целом, ну на левом берегу, кто знает, на площадках, которые просто открытые и свободные. Там очень пыльно и скользко. С клиппинг-зонами, с каким-то даже заданием. Ну, то есть интересно покатать. В общем, круто, что в Ростове есть такая площадка, потому что вот, например, в Сочи такой площадки нет. В Краснодаре тоже, только Усть-Лобинск, только трек. А здесь еще и на левом берегу, в красивейшем месте, возле красивого стадиона. В общем, я рад, что у нас в Ростове потихоньку-потихоньку растет эта культура и развивается с дрифтом. В коробке лампа загорелась. Все, кто-то умерло, помогу. Виталик кричал, да фу, поехали. Пока едет, надо ехать. А на отсечек не видела до этого, да, походу? Да. Ну, что там, смотрите, нахуй. Ну, тоже не знаю сейчас. Обычно компьютер должен был сказать, ошибка привода там, или еще что-нибудь. Не заводится? Все, померла, походу. Заглопа. Но она, блядь, 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 и все, и не заводится. И застучала. Ты говорил сухом, блядь, ехуй, ехать, блядь. Если ты это будешь, я тебя выебу. Она на первой в отсечках поехала. Ты купил ее для чего? Это опыт, блядь. Зимой, блядь, ездит, зимой. Да какой зимой, блядь, там зима такая же у нас. Но ей на второй тяжко прям, понял? Она на первой пошла в отсечке. А что, какой-то щелчок, хлопок. Если котыр, 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 котыр четыре раза делает, это что значит? А ты в этом шару ровно держи. Бэдбэ закончилась, блядь, два пятачка и котыр, котыр, котыр четыре раза сделал. Хочешь попробуй? У тебя на тронуться и все. Вторую поставил и попробуй. Вообще без шансов, да? Ну что ты, ради сотого, получается, мотор даже положил, брат. Таймер уберешь, что я все расскажу. С первым мотором. Блин, реально, мужчина. Давай, брат. С первым мотором. Ну так никогда нельзя. С первым мотором. Ну что, для тебя мотор. Блин, Сильвия, кайф. Жалко, конечно, что так сложилось, что она появилась в такое время, что я не могу ей уделять много своего времени. Что я то уехал, то еще куда-то переехал, то еще что-то. Так кайф ей позаниматься, поковыряться. Наше время с Сильвией еще не настало. Я уверен, оно еще настанет, просто немного позже. И в какие-нибудь соревнования с ней поедем, дай бог не продам. Очень нравится. На улице что-то аномальное. Светит солнце. Идет дождь. При наличии такой погоды в Дубае вообще не хочется возвращаться, если честно. Там дождь фиг встретишь. Вот эту свежесть. Ну что, приехали мы из Сочи. Я немного тут в гараже навел порядок. Все вещи мои ростовские спрятал в подвал, чтобы стены были пустые, чтобы тут можно было комфортно ходить, садиться в машину. За этот эпизод мы проехали где-то 2700 километров плюс-минус с момента, как я поменял масло и выехал на ней. В Сочи, по Ростову каждый день старался на ней ездить, чтобы максимально насытиться. Задний комплект стерся, был кап 2, сейчас я уже накинул там Китай. Машина получала максимальную нагрузку, особенно в Сочи. В эту поездку поймал настроение больше не от дрифта, а от езды по серпантинам. Так как у меня в круг была хорошая резина зацепистая, сзади был кап 2, спереди нанганг. И я прям на зацепе вваливал, это был кайф, я прям что-то кайфанул больше, чем от дрифта. И машина, естественно, при перепадах ложилась на губу, несколько раз губа пострадала. И при вывороте колеса, вот здесь вот у меня все протерлось, вот куски резины тут собираются. Когда колесо выворачивается и подвеска работает, бьет в крыло колесо. И у меня даже здесь выкаталось чуть круло, ну так чуть-чуть круглое стало, короче. Ну блин, боевая машина. Не знаю, видно на камере или нет, но она прям стала... Вот тут должно быть более угловатая, квадратная, а она круглая. А так все вообще отлично, никаких серьезных происшествий не было, резина больше не слазила у меня. Сейчас по сюжету этого эпизода мы должны были ехать с тобой вместе в Дубай, но, к сожалению, не в этот раз. Мне придется снова тебя оставить в этом гараже, но я тебе обещаю, что в этот раз это не будет так долго, как было. Так уж получилось, что я реально нашел бюджет на то, чтобы забрать тебя с собой. Но транспортная компания, которую я нашел, отказалась вести. А все остальные транспортные почему-то сильно дороже и мне снова не хватает. Эпизод должен был быть посвящен огромной любви к машине, к мечте. Что, несмотря ни на какие сложности и проблемы, машина остается рядом, но, к сожалению, сейчас у меня не получается. Жизнь не всегда YouTube. Как бы это ни звучало пафосно, но это так. Не все так красиво, как в интернете и не все так просто. Я буду очень сильно по тебе скучать, планировать быстрее скорее к тебе вернуться, чтобы снова покататься. Буду с кайфом смотреть фотки и видео со съемок сотового эпизода, как мы вместе гоняли, кайфовали. Нам всем всегда хочется говорить, что вот раньше было лучше, раньше было время круче. Круче собирались, круче куда-то ездили. Я уверен, что пройдет время. И глядя на этот эпизод, мы будем вспоминать, блин, вот раньше было круче. И так всегда, что то, что происходит сейчас, кажется не таким крутым, как было раньше. Не думаю, что этот эпизод получился каким-то мотивирующим или с каким-то большим смыслом. Наверное, это все-таки больше для меня как итог, чтобы двигаться дальше и оставить все эти крутые воспоминания в этих 100 эпизодах. В общем, я не спрашиваю. В общем, меня не спрашивают. В общем, меня хотят прокатить на этом турбаке по серпантинам ночным в Тбилиси. Блин, я очкую пипец. Братан, ты тормози по-братски. Все-все-все-все-все, братан. Я уже домой хочу. По-братски, да ты че гонишь что ли? 240 встречка. Братан. Брат, все, можем уже, как договорились, эмоции, выходить с ним. Брат, я тебя прошу, давай остановись. Я серьезно говорю, по-братски останови, по-братски. Брат, вот я тебя кляну сейчас, без камеры говорю, по-братски. Не-не-не, все-все-все-все. Брат, умоляю тебя, стой-стой-стой-стой. По-братски, высади меня, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, брат. Да не-не-не, все-все-все, брат, я тебя умоляю. Я тебе сейчас серьезно говорю, все без камеры, брат. Брат, не-не-не. Я в шоке, как Porsche едет, но по-братски, давай хватит. Брат, встречка. Брат, по-братски, давай просто с крышей, откроем крышу. Не-не-не-не-не. Брат, очень... Нет-нет-нет-нет-нет. Ноги трясутся, у меня не было такого никогда в жизни. Все, все, отыскал два поворота. Ты все вообще что ли гонишь? Я тебе клянусь, у меня коленки тряслись. По-братски, отвечаю, давай выше, мы поедем. Клянусь, я поспался, как я не знаю кто. Как мы... Ты еще разгон этот взял? Ты правильно сказал, дрифт для недоумков. Это вообще, это совершенно другое дело. Но кайф подрифтить. Я хочу домой, обратно. В смысле, да он ее прогреть не успел, я уже обосрал. Я отвечаю, у меня коленки присутствуют. У меня никогда не было такого. Я с кем угодно катался, с Кепкиным, не с Кепкиным, со всеми психопатами. Такого не было. Охренеть, почему так? Наверное, потому что я дороги не знаю. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...